Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Сегодняшний обзор начну с краткого анализа ситуации на финансовых рынках. Большинство криптовалют, в особенности альткоины, потеряли в цене 50 и более процентов после обновления исторических максимумов. В то время как основные фондовые индексы США скорректировались на 10 и более процентов. К примеру, NASDAQ обвалился практически до 13 700 долларов, зафиксировав общее снижение более 17%. Вслед за фондовым рынком последовали сырьевые активы. Так нефть американского сорта WTI вернулась под очень важный технический уровень сопротивления 85 долларов за баррель. Конечно же можно говорить о важности предстоящих отчетов по запасам нефти в США. Напомню, что изначально Американский институт нефти опубликует данные по запасам, затем и Министерство энергетики США. Скорее всего эти публикации окажут умеренное и краткосрочное влияние на нефтяные котировки. Более важным для трейдеров станет решение Федрезерва по основной процентной ставке. Напомню, что все эти события произойдут уже завтра и к ним нужно быть готовым. Резкое снижение запасов черного золота может спровоцировать умеренный рост цен на нефть. Но в случае повышения основной процентной ставки, активность продавцов может всех удивить. Обратите внимание, что большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, не рассчитывает на повышение ставки на этом заседании Федрезерва. Если вы взглянете на котировки индекса доллара США, то станет понятно, что спрос на него устойчив. Отчасти это обусловлено выходом инвесторов из фондового рынка и даже криптовалют. Но если посмотреть на ситуацию в более глобальном масштабе, то становится очевидно, что именно угроза повышения ставки Федрезервом оказала давление на рынке. Как следствие увеличился спрос на доллар США. Резюмирую, укрепление доллара США отображает ожидания инвесторами повышения основной процентной ставки ФРС США. А теперь перейдем к рынку криптовалют. Биткоин обвалился под важный технический уровень поддержки 35 тысяч. Но под этим уровнем очень высокая активность покупателей. Поэтому лишь очередной прорыв отмеченного уровня откроет путь к следующей поддержке у отметки 29 тысяч 500. До этого момента у покупателей есть надежда на возобновление роста. Но лишь возврат выше 41 тысячи позволит рассчитывать на долгосрочное восстановление рынка. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.